итак друзья вышел отчет об инфляции в сша рост индекса потребительских цен составил 83 процента оказавшись выше ожиданий на этом фоне крипто летит в тартарары все рынки летят в ад но так ли это все плохо давайте разбираться насколько ниже еще мы можем упасть и где собственно будет то дно от которого мы развернемся поэтому если вам нравится такой контент не забудьте поставить лайк подписаться на канал нажать на колокольчик и мы начинаем поехали собственно да ребят вышел отчеты что мы видим что все рынки на самом деле более-менее полетели вниз и smp х и nasdaq но на самом деле нифига не все я вам хочу сказать смотрите тесла держится нефть вообще прекрасно держится золото но тоже пока еще удерживает уровень и даже не вся криптовалюта летит в ад ребят посмотрите например рэйван койн прекрасно себя чувствует это конечно не значит что его сейчас нельзя пошортить возможно что и можно его даже пошортить спекулятивно со стопом но тем не менее хочу обратить ваше внимание на то что недалеко не все рынки улетели соответственно что же будем делать и как это скажется на биткоине давайте с вами вспомним определенную вещь что биткоин это дефляционный актив и пока я буду рассказывать будем строить вот такие вот канальчики биткоин это дефляционный актив то есть это вроде как хедж от инфляции он вообще был придуман как защита от инфляции соответственно что такое гиперинфляция это хорошо для биткоина потому что что такое биткоин это товар и это самый ограниченный в мире товар чтобы вы понимали даже золото можно намайнить еще сколько угодно или там из космоса пролетит метеорит золотой и все остальное плюс минус можно короче напечатать еще намайнить добыть и так далее но не биткоин вы знаете наверное что биткоин жестко ограничен входом максимум будет 21 миллион биткоинов об этом недавно я сделал видео про 100 миллионов сатоши если не видели посмотрите обязательно соответственно что мы имеем что биткойн это самый ограниченный в мире товар а цены при инфляции на товары и услуги должны расти соответственно цена на биткоин тоже логично будет сказать что должна расти другой вопрос что не прям сейчас не прям сразу но в долгу мы это видим в долгу мы видим что биткоин это прекраснейший хедж от инфляции вот но где же закончится эта коррекция ребята смотрим недельный таймфрейм здесь все еще у нас все очень выглядит побычи зеленая точка разворотная w причем напоминаю вам что отбой произошел от очень важного уровня от 78 фибоначчи от корона дампа поэтому я думаю что что не опустит нас сильно ниже вот что я думаю и не обновим мы эти лои наверняка вот у нас с вами есть вот такая вот зона зона наших лоев это 19-17 500 короче 19 18 тысяч долларов и пока что мы ее удерживаем я думаю что мы сильно не обновим эти лои потому что вот смотрите у нас такая свечка хорошая она все еще может быть внутри большего аптренда я думаю что все это заложено уже в цену если вот мы посмотрим что происходит на минутках то на минутках мы в целом начинаем отскакивать индекс доллара на минутках конечно продолжает расти может быть такое что сейчас доллар еще выше улетит и крипту еще продам это может быть и мы это узнаем с вами буквально пока я буду выкладывать это видео но более глобально ребята индекс доллара он кашечку рута отскочил на этих новостях мы об этом говорили еще вчера на криптогоне если помните в предыдущих видео что индекс доллара все еще может переписать хай соответственно bitcoin все еще может обновить low но вот лично мое мнение что не будет обновление low и я использую его собственно для аккумуляции лонгов я перевелся из большинства щитков bitcoin вчерашний трейд по аудио конечно же закрыл небольшой минус и я думаю что вот эту возможность нужно откупать и отыгрывать наверх что собственно я сейчас и делаю на байбите ссылка на бирже байбит есть в описании если вы хотите тоже торговать на ней будьте осторожны пожалуйста используйте грамотный риск менеджмент и посмотрите обзор как торговать на этой бирже если вы еще не видели у нас на канале сейчас он появится сверху так что да я думаю что уже все учтено в цене ребята может быть мы конечно еще сходим куда-нибудь вот сюда за стопами всех но потом пойдем наверх и пойдем наверх я думаю что мы достаточно сильно куда-нибудь в зону вот этой средней проторговки так что наберитесь терпения откупайте просадку и тузамунте аккуратно но у меня на этом все с вами был гринит к крипто кому спасибо что смотрите всем профит роли ставьте лайки стоп и тайки и скоро увидимся пока что 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 Продолжение следует...